Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Трех человек, в том числе ребенка, спасли сотрудники ГСЧС во время тушения пожара в Черноморске. Сообщение о возгорании в квартире четырехэтажного дома поступило в службу спасения накануне около 10 вечера. Как выяснили специалисты, возникло возгорание электрокабелей в шахте электрощитовой. Затем пламя перекинулось на входную дверь и мебель в квартире на верхнем этаже. Через час пожар на площади 13 квадратных метров ликвидировали. С помощью автолестницы спасатели эвакуировали трех жителей дома. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют эксперты. В Келье спасатели всю ночь тушили пожар в двухэтажном частном доме. Люди не пострадали. О возгорании заметил сосед, который вызвал спасателей и карету скорой помощи. В доме в это время спала семья, трое взрослых и трое детей. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара – неисправное печное отопление. Как сообщили в НБУ, ожидается, что к концу года денежные переводы украинских трудовых мигрантов составят почти 12 миллиардов долларов. При этом в течение первой половины текущего года объем зарплат, который украинцы получили за рубежом, увеличился на 43% в сравнении с прошлогодним показателем. Есть у этой информации и обратная сторона. Нынешние праздничные выходные сопровождались огромными очередями на границе. В Украину не могли попасть более 2000 машин. На западные границы в пограничных пунктах возникли многочасовые очереди, на пешеходных и автомобильных пунктах пропуска. В частности, это касалось ряда КПП на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По данным Минсус-политики, в общей сложности в Европе работают до 12 миллионов наших сограждан, из которых свыше 3 миллионов трудятся за рубежом постоянно, остальные выезжают временно. В Польше работает около 2 миллионов человек. Из них примерно миллион работает официально, и порядка 400 тысяч из них платят социальные взносы в польский бюджет. На различных пропускных пунктах из Польши скопилось в совокупности более 2,5 тысяч легковых автомобилей, более 1 тысячи грузовых и сотни автобусов. При этом МИД Украины со ссылкой на информацию Генконсульства Украины в Люблине предупреждает о том, что в связи с резким увеличением зарубежных поездок граждан Украины на период новогодних и рождественских праздников, будет введен запрет на ввоз частными лицами пищевых продуктов, в частности мясомолочных, в том числе для собственного потребления. Кроме того, пересечение государственной границы с Польшей автомобильным транспортом на праздники будет затруднено. Гражданам Украины, которые возвращаются из Польши домой или планируют путешествие в Польшу в период с 20 декабря по 15 января, рекомендуется избегать путешествий автомобильным транспортом или пешком. Лучше избрать железнодорожное или автобусное сообщение. Для тех, кто все же предпочтет личный автотранспорт, обязательно наличие страхового полиса на автомобиль, так называемой зеленой карты, на все дни путешествия. Полис может быть востребован к проверке как при въезде, так и при выезде. Отсутствие этого документа чревато штрафными санкциями свыше 1000 евро. Кроме того, во избежание осложнения при прохождении таможенных и паспортных процедур, граждане Украины должны быть готовы предъявить достаточные денежные средства или средства на счете на период пребывания в Европе и возвращения в Украину. А в случае путешествия с целью трудоустройства документально подтвердить цель поездки. В случае чрезвычайных ситуаций за рубежом с целью возмещения возможных расходов, гражданам Украины необходимо иметь в наличии международный страховой полис страхования жизни и здоровья. В то же время попасть в Украину не только из Польши, но и из других государств в эти дни также непросто, поскольку очереди образовались на границе как с Венгрией, так и со Словакией и Румынией. При этом в Одесской области на пунктах пропуска ажиотажа не наблюдалось. За последние сутки на въезд и выезд оформлены более 19 тысяч человек и около 4 тысяч транспортных средств, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины. Меньше недели осталось у тех, кто еще не успел заключить договор с семейным врачом, но хотел бы получить ряд исследований бесплатно. О том, каким должен быть семейный доктор и об отношении к медицинским новациям, наш следующий репортаж. Многие одесситы уже успели заключить договор с семейным врачом. Да, заключили. По месту жительства. Раньше не обращались. Вот заключили, ходим, все нас устраивает. Да, заключили договор с семейным доктором, с педиатром, в поликлинике. Вот в случае чего ей звоним, узнаем, какие действия предпринимать, если там простуда или что-нибудь беспокоит. Спонтанно получилось. Мы пришли к ней один раз на прием, она как-то показалась, внушила доверие нам, и мы к ней попали, вот заключили с ней договор. Ну, никто не советовал, нет. У нас очень хороший участковый врач, очень хороший. Вот к нему и будем заключать договор. У нас участковый врач хороший, с рождения она наблюдает детей, и мы у нее остались. Согласно официальным данным, по области заключили декларации порядка половины населения. В Одессе нам тоже встретились такие люди. Еще нет, еще нет заключения. Обязательно собираемся делать, просто не было еще времени. Пока выходных еще таких не было, когда можно это все сделать. Но собираемся обязательно. Нет еще пока. Не любим лечиться и надеемся, что не придется обращаться. Одесситы рассказали, по каким параметрам хотели бы выбирать своего врача. Большинство готовы полагаться на отзывы знакомых. Мы будем выбирать доктора по совету коллег, по совету наших знакомых. Можно подойти в регистратуру, там, я думаю, могут посоветовать, рассказать. А если не подошел, доктора, его всегда можно поменять. Мало ли, кому-то нравится внешность, кому-то нравится, как разговаривает, кому-то нравится, как лечит. Каждый выбирает, как хочет. Пойдем сначала в медуниверситет, там попросим, чтобы нам дали данные каких-то нормальных студентов, которые учатся потом уже к ним записываться. Характеристикой о докторе, по его пациентам. Я думаю, что отзывы почитать не будет лишним. И плюс, конечно, по рекомендации как-то надежнее. Если вдруг подруга уже имела опыт и может подсказать, что иди к этому врачу, мне кажется, стоит прислушаться. Почему нет? Наши собеседники перечислили и качества, которыми, по их мнению, должен обладать семейный врач. Доктор должен быть профессионалом и нормально относиться к людям. Отзывчивостью, готовым помочь. Прежде всего, человечность. У нас сильно хорош специалист. Она грамотная, доктор. Очень грамотная. Вот я лично никому больше не хожу. Вот хожу к ней, она все. Выписала, четко, понятно, объяснила. И в аптеку. Всегда вовремя откликаться на вызов. Всегда иметь возможность приехать в нужный момент. Иметь опыт работы, конечно же. И, ну не знаю, быть грамотным. В ногу идти со временем, не лечить какими-то старыми препаратами, которые уже не актуальны. Семейный доктор – это не просто врач-терапевт, правильно? Это в первую очередь. Ну и во вторую, все-таки он должен быть, наверное, милосердным. Он должен быть специалистом. Высказали одесситы и свое отношение к медреформе в целом. Наши респонденты отмечают, от медреформы ждут определенных результатов. Ну, надеемся на лучшее. Что будет, вот говорят же, что бесплатно будет УЗИ, там то, то, то. Прямо сколько перечислили вот бесплатных вот этих всех процедур. А пенсия-то какая? Полторы тысячи? Значит, мы этого ждем. Ждем такую реформу. В любом случае, такая медицинская реформа нужна. Ну, как она себя покажет, это уже покажет время. Чтобы были хорошие врачи, а будут они семейные или будет как раньше, мне кажется, это не столь важно. Главное, чтобы были специалисты хорошие. Ой, положительно я отношусь. Мне кажется, что не делается, а все делается к лучшему. Должно как-то все двигаться вперед, все развиваться. Я положительно отношусь. Получили мы и некоторые размышления горожан относительно усовершенствования медреформы в перспективе. Вот в Евросоюзе гражданин любой страны, он может лечиться во всем Евросоюзе. А мы должны, допустим, ехать определенно к этому доктору и лечиться. Сейчас мой доктор, допустим, в Одессе, а я уехал куда-то в другой регион. Я должен ехать обратно сюда, чтобы лечиться. Это минус, да. Гражданин Украины должен лечиться в любой больнице на территории Украины. То есть он зашел, ему должны оказать медицинскую помощь. От одного к другому переходить – это не вариант. Но я думаю, что должны быть, наверное, какие-то курсы повышения квалификации семейных врачей. Вот. И они должны на них ездить. Я считаю, что должно быть в общем доступе на сайте. И возле… или не заходя в кабинет врача, надо видеть, где он был, чем… Какими… какие сертификаты он получил, какие стажировки он прошел, в каких конференциях он участвовал. Потому что это тоже очень важно, чтобы он двигался вперед, а не стоял на месте. Удобство и доступность первичной медицинской помощи призваны обеспечить и современные информационные технологии. Сократить очереди уже сейчас помогает система электронной записи. А с будущего года упростятся и многие бюрократические процедуры. О них после новостей в программе «Тема дня» рассказывает директор Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 Елена Колоденко. З нового року, з квітня наступного року, планується ввести електронную виписку лікарняних, електронную виписку рецептів, електронна медична картка. Тобто на сьогоднішній день кожен лікарь має компьютер і все необходимое обладнание для працювания над электронной картой. Воно ще не зовсім в тому вигляді, як це потрібно, але усі працюємо над цим і вважаю, що найближчим часом ця бюрократія буде як умога менше скорочена. В Одессі содержали мужчину, который накануне сообщил о мінировании железнодорожного вокзала і автостанції. Напомнив, в понедельник утром на спецлинию 102 с одного і того ж телефонного номера поступило несколько анонимных сообщений о заминировании автостанції «Привоз» і железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили помещение, прилегающее территорию. В итоге опасных предметов не нашли. Личность подозреваемого установили в течение суток. 25-летний житель области рассказал, що накануне приїхав в город в поисках роботи. Не трудоустроившись, мужчина обиделся і сообщив о взрывчатке. Я сегодня позвонил в полицию по номеру 102 і дал ложеннюю інформацію по тому, що я заминировав ЖД вокзал і автостанцію. По личному причину. Открыто уголовне производство. Заложене сообщение о мінировании. Подозреваемому грозит до шести лет лишення свободи. Полиция задержала активистов, которые выступали против стройки кинологического комплекса в парке на 411 батареи. Во вторник утром несколько десятков активистов разобрали забор стройки и, применив слезоточивый газ, устроили перепалку и драку с полицейскими. При задержании правонарушителей один из них ударил полицейского. В итоге в Таировское отделение полиции доставили троих человек. По факту сопротивления представителям власти открыто уголовное производство. Активисты, выступающие против строительства городского центра спортивной дрессировки собак «Доктаун» в районе 411 батареи, заявляют, что на этом месте будет высокоэтажная застройка и зеленые насаждения будут ликвидированы. Представители мэрии рассказали о проекте и развеяли мифы. Никакого капитального строительства нет, предполагалось ни до сегодняшнего дня, ни завтрашнего дня. Никаких капитальных строителей нет и не может быть. Данный комплекс находится над коммуникациями инфокс-водоканала. То есть даже если бы кто-то хотел там строить что-то, как я сегодня слышал, какие-то выкрики, что здесь будет 16-этажка, торговый центр, развлекательный, это абсурд и никакой логики не поддается. В ответ на нарекания общественников, чиновник отметил, что разрешительных деклараций от ГАСКО нет, так как для проектов, в которых отсутствуют капитальные строительства, они не требуются. Решение ГАСКО, это декларация, либо дозвол на будивництво, не предусмотрено только лишь по той причине, что это незаконно, они не могут его дать, потому что никаких ни капитальных строений нет, никаких трехэтажных, пятиэтажных, либо каких-то работ по проведению фундамента, еще чего-то, этого нет. Поэтому это бессмысленно. Из бюджета города на проект будет выделено 4,5 миллиона гривен. Общий бюджет Доктауна обойдется в сумму около 15 миллионов гривен. По проекту здесь предусматривается большое поле для проведения международных соревнований, места для занятий по дрессуре и выгулу и небольшое админздание для работы с детьми, пояснили специалисты. Комплекс позволит проводить международные выставки и привлекать для дальнейшего профильного развития вне бюджетные средства. Планируется здесь проводить и лечебные мероприятия для детей. На сегодняшний день в городе нет места, где бы занимались детьми-аутистами, алаликами, ДЦП, синдромом Дауна. Это только я про детей говорю. Я имею в виду канистерапию. Сейчас канистерапии официально в Украине нет. Это все на волонтерских основах. Мы хотим это сейчас сделать, на всеукраинский уровень вывести. Пресс-конференция была острой и скандальной, но здесь, в отличие от 411 батареи, обошлось без вмешательства полиции. И снова вернемся к теме предстоящих праздничных дней. По данным Украинского института социсследований имени Еременко, на рождественские каникулы из Украины за границу выйдут менее полупроцента граждан. Основная масса людей планирует встретить зимние праздники дома, либо на уличных торжествах в своем городе. Наша съемочная группа решила узнать у одесситов, где и как они предпочитают проводить новогодние праздники. Дома, чаще дома. С появлением ребенка, то дома. Дом частично украсили, новогоднюю елочку не поставили. Будем ехать к родителям и с ними вместе поставим. Я еду в Кривый Рог, я оттуда родом. И обычно празднуем то у них, то у себя, то у гостях. То есть кочуем. В этот раз решили у них. Они не против, они всегда рады нас видеть. И закатим там маленькую вечеринку с родителями. Я, конечно, в глубине души хотела бы куда-то выйти, культурно отдохнуть, не знаю, на программу какую-нибудь. Но мой муж уже который год мечтает про оливье, мандаринки, елку и этот новогодний концерт. Так что в этом году мы втроем будем встречать без гостей, без никого в семейном кругу. Осуществим мечту нашего папы. Новый год в семейном кругу, дома, за столом, естественно, с Дедом Морозом, подарки. Все как положено. Зимняя сказка для детей и взрослых в Одессе началась еще на Святого Николая. А сегодня улицы украшены разноцветными огнями и красавицами-елками. Горожане поделились, на каком этапе у них подготовка жилья к праздникам. Украсили дом, елочку еще не выбрали. А какую предпочитаете? Живую. Ну, мы елку, да, поставили. Жена Николая. А какая это елка? Ну, мы искусственная, у нас искусственная елка, да. Поэтому мы можем себе позволить ее долго, минимум месяц. Готовимся, ждем, надеемся, что 19-й будет не хуже 18-го. Загадываем желания, готовим подарки. Все как обычно, все как всегда. Еще елочку не поставили, но поставим, есть искусственная. Так что поставим искусственная. Эти жалко, чтобы рубили каждый год, уничтожали леса. Так что я за природу. Ну, естественно, генеральная уборка, чистые занавеси, новая посуда достается на Пасху и на Рождество. Ну, я помню, что я украсил свою парту. А у меня гирлянда есть, я так на лампу вот так вот нанес, потом еще снизу, ну, как бы там у меня как домик, я люблю строить их. И получается, я так украсил в домике больше, там елочки, звездочки, сердечки в домике. Зимние праздники – пора сказок и волшебства, подарков и пожеланий. Наши собеседники, даже взрослые, в эту пору позволяют себе веру в чудо и желают этого же близким. Ну, то, что будет год лучше, я в это верю. Вот какое-то чудо, вот оно должно в новом году, оно должно наступить, и каждый год в это верю. И, естественно, всегда что-то хорошее происходит. Хочу всем пожелать здоровья во все органы, легкого сердца и тяжелых карманов. Чтобы у всех в кармане было много денег. Вот сам праздник – это хорошее настроение и, как бы, ну, и хорошая компания. Тогда все, вечер отличный и утро неплохое. И, как бы, в целом настрой на начало нового года тоже очень такое веселое, теплое. И думаю, что от этого многие беды отходят. Есть, у нас особенно в этом году случилось волшебство, по большому секрету года. Поэтому мы очень даже в это верим. Во все письма писали и Святому Николаю, и Деду Морозу. Смотрю, как мой ребенок ждет Новый год, как она этому радуется и верит во все это. Поэтому желаю всем немножко в душе оставаться чуточку детьми. И верить во все доброе, светлое. И все непременно случится. Конечно. Мы вот четыре с половиной года Деда Мороза ждем. Поэтому, конечно, есть волшебство. И веришь в это, естественно. И хочется, чтобы это ощущение детства и волшебства никогда не покидало. Я по сей день верю. Ну, серьезно. Я верю. Мой Дед Мороз тоже ко мне приходит. Маленькие одесситы рассказали, о чем писали в своих посланиях в Лапландию. Я Дедушке Морозу написала, чтобы он мне принес замок для кукол Барби, снег и братика или сестричку настоящую. Я только один ребенок в семье, мне уже скучно стало. Поэтому я попросил у Дедушки Мороза сестричку либо братика. Конструктор знаток и хотфилс, который из-за тепла, из-за холода и тепла переливает свои цвета. Католиков нашего города Рождество уже наступило. И Одесса встретила этот светлый день чередой праздничных акций. В горсаду весь день было суетно. Здесь одессита встречала праздничная программа «Рождество в каждую семью». Программа ожидается насыщенной и креативной. Это и детская программа, конкурсы, призы, бесплатные угощения и подарки, аниматоры, которые будут с детками проводить программу. Также специальная такая изюминка нашего вечера – это вареники, которые мы будем варить под открытым небом. Горячий карпатский чай. И каждый одессит, я надеюсь, всем хватит всего, сегодня сможет угоститься и почувствовать эту атмосферу Рождества Христова. А насладиться звуками духовой музыки можно было у памятника Дюку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, ощущение праздника есть, только холодно немножко. Рождественский дух, естественно. Чтобы семейность соблюдалась традицией, чтобы все были счастливы и довольны. И спокойствие. Танцы, песни, елка и все атрибуты новогодних праздников. В Одессе прошел и праздничный концерт для детей-переселенцев, беженцев, детей-сирот, большая часть которых проживает в Одесской области. О кукле, сладостях и мандаринах мечтают гости сегодняшнего праздника. Но есть и особое желание. Анастасия просит любящую семью, а ее тезка мечтает о мире. И все вместе они просто верят, что под Новый год сбываются даже самые заветные мечты. Мне было 9 лет, мама с папой разошлись, и я попала в первый интернат, я пробыла в интернате. Потом пошла в приемную семью, я уже 5 лет в приемной семье. А потом, через 5 лет я попала в еще один приют, а потом попала в интернат. Я хочу, чтобы семья меня взяла, я хочу встретить Новый год лучше всех, как были эти годы. Я приехала сюда из Донецка, раньше училась в музыкальной школе, играла на саксофоне, сейчас рисую, пытаюсь продвинуться вверх. В связи с тем, что началась война, у нас разбомбило дом. Я мечтаю вернуться в Донецк поскорее и стать великим художником. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, веселья, радости. Я желаю вам всем счастья и здоровья. Верю в Деда Мороза, пишу ему письма. Ну, уже как бы с этого ворона с роста выросла, и уже не пишу, но загадываю желания. Я верю в Деда Мороза, Дед Мороз очень хороший, и я хочу стать Эльзой. А можно подробнее сказать, что Эльза? Эльза, она превращает всех, она может превратить в лед. Она как бы снежная, как снежная королева в сказке. Я желаю, чтобы всегда в всей нашей стране был мир, чтобы не было войны в всяких странах, чтобы всегда все друг друга любили, желали счастья, мира, благополучия, и чтобы все хорошо было. Из-за ухудшения погодных условий, дождя и сильного порывистого ветра в разных районах Одессы повалено шесть деревьев. Несколько припаркованных авто получили повреждения. Люди не пострадали. Последствия непогоды ликвидировали на улицах Швыгина, Радостной, Бунина, угол Александровского проспекта, а также на Мариинской и Люздорской дороги. А на улице Водопроводной в районе улицы Бассейной дерево упало на контактную сеть. По словам очевидцев, оборвано более 500 метров провода. Из-за ЧП не ходили трамваи номер 3, 10, 13 и 27. ДТП с участием трех легковушек на перекрестке Фонтанской дороги и улице Артиллерийской. Пострадавших нет, но автомобилям в течение часа пришлось объезжать место аварии по тротуару. ДТП произошло перед пешеходным переходом. Транспортные средства получили механические повреждения. Участники ДТП заняли все полосы. Движение по Фонтанской дороге оказалось заблокировано. Многие водители объезжают место аварии по тротуарам. По труме наряд подъехал к месту столкновения лишь через час после аварии. Он известный, знаменитый, почитаемый и любимый. А еще он трудоголик, для которого праздник длится максимум один день. Даже 1 января народный художник Украины Николай Прокопенко приходит в свою мастерскую, открывает холст и берет в руки кисть. Может, именно благодаря таланту и трудолюбию за 40 с лишним лет творчества он написал более 5000 полотен. Замысел и написание картины не зависит от времени года и внешних обстоятельств. Вдохновение и силы, по глубокому убеждению художника, даются свыше. Иногда свою работу на ежегодные традиционные рождественские выставки Николай Николаевич начинает готовить еще летом. Эти особые картины очень разные, но все символизируют добро, милосердие и надежду. Рождество для народного художника Украины, как человека верующего, очень значимый праздник. Рождественские, безусловно, это душевный праздник. Это не застольный, будем говорить, праздник. Для художников, вообще для людей любой деятельности, сферы деятельности, это, да, своего рода отчет и проверка, насколько я понимаю это. Не то, что там 10 заповедей должен помнить и читать их ночью и днем, а тем более выполнить. Если одну-две выполнить при жизни, с этим сознанием, вот, божественно, это будет очень хорошо. Тем не менее, и на Рождество он тоже пишет картины, рассказывает Николай Николаевич. Это такой же день, наоборот, даже как-то ты ощущаешь, что он светлый, и тебе помогут, как бы, вот. Потому что Бог не против. Это же идет божественная деятельность, она искусство, творческое. А творчество откуда? От души. Только душа работает. В такие праздничные дни художник испытывает особое вдохновение, говорит Николай Прокопенко. Даже как такой внутренний отчет, а как я сейчас эту тему решу? Это, в принципе, не тема, но для нас тема, потому что мы ее материально воплощаем. Это материальная, краска материальная, это же не духовная. А дух, как ты ведешь эту кисть там, или какой цвет кладешь, и потому что глаза воспринимать будут потом на душу, человеку тоже. Рождественская тематика, как правило, на холсте выражается в символах, которые каждый понимает по-своему. Но есть абстрактные картины, смысл которых ясен всем. Такой, в частности, является работа «Ангел с опаленным крылом», считает автор. Почему опаленное крыло? Ну, он летает и нас спасает, и прочее, и указывает, и воспитывает, а мы все время не слушаем, все делаем, халепу, как говорится. Что он уже летать перестал, что у него крылья опалились. И он как бы лежит, но весь светлый, конечно, потому что свет несет. Свет и тепло несет также еще одна композиция, подготовленная для выставки. Свеча с нимбом символизирует святой огонь, подчеркивает художник. Ну, в данном случае, вот, я так решил, вот, эту тему, Рождество. На символах я сейчас решил. Картинка светлая, безусловно, небо серо-голубое. Вот. И на символах тырновый венок. Это как притечи, да? Распятие будет. Хотя это младенческая тема, ну, в хлеве родился, холод там, волхвы. Свеча тоже, как символ, тоже света и, будем говорить, и жизни. Тепло, жизнь. И ангелы. Как будто они смотрят, вот, я имел в виду, как хлев, но это как окно я сделал, видите? Мастерство и талант каждого творческого человека зависят от Бога, но его нужно прежде всего иметь в сердце, говорит Николай Николаевич. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и берегите себя, своих родных и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова